нет подоконника почему и цена этой плитки в районе между комнатой и коридором для чего это сделано стоимость данной плитки в районе теперь самое интересное это обои вы иногда спрашиваете что за кондиционеры мы ставим стоимость одного комплекта в районе теперь немного расскажу про цифры данного проекта всем привет сегодня мы покажем очередной проект жилом комплексе испанские кварталы здесь мы выполняли работу под ключ начиная с разработки дизайн проекта заканчивая финишной уборкой а также занимались поставкой чистовых материалов это двухкомнатная квартира площадью 58 квадратных метров сейчас пройдемся по планировке а потом расскажу про чистовые материалы которые использовались на данном объекте и расскажу про их стоимость досмотрите этот ролик до конца для того чтобы узнать стоимость данного проекта изначально это была двухкомнатная квартира но по желанию заказчика мы объединили комнату и кухню и получили просторную кухню-гостиную изначально вот по этому углу у нас шла перегородка которая разделяла кухню и комнату вот на месте этого холодильника был вход на кухню что мы сделали мы полностью все демонтировали и построили вот такую вот нишу для встроенной мебели если смотреть со стороны коридора то у нас получилось огромное пространство для встроенной мебели а именно для шкафа здесь у нас также спрятан щит к нему есть доступ его не видно это достаточно практичное современное решение для того чтобы спрятать инженерные коммуникации здесь что мы имеем у нас здесь телевизионная зона здесь у нас будет стоять диван обеденный стол посередине и у нас кухня разделена как бы на две зоны то есть это рабочая зона и зона складирования в рабочей зоне но здесь есть раковина посудомоечная машина варочная панель здесь же у нас большое количество шкафов холодильник духовка и микроволновка решение объединить кухню и комнату позволило создать одно большое единое пространство также для комфорта установили кондиционер и повесили его не посередине а немножко сместили вправо чтоб он не дул людей которые будут сидеть перед телевизором одно из пожеланий заказчика была гардеробная вот эта дверь как раз ведет туда заходить не будем потому что заказчик буквально вчера привез уже свои личные вещи входная дверь она от застройщика мы ее не меняли так как сам застройщик обещался в чтении двух-трех месяцев заменить дверь и вот этот вот портал мы его сделали так чтобы можно было легко демонтировать заменить входную дверь и вернуть все на место и не испортить текущую отделку проходим дальше здесь у нас вами санузел он у нас совмещенный и с правой стороны вы видите стиральную машину она у нас шириной 60 сантиметров поэтому этот проем мы сделали порядка 67 сантиметров просто стиралка немножко и трясет и вот эти вот зазоры они нужны по бокам для того чтобы машинка не билась о стенке установлена система инсталляции подвесная тумба ванна сделана вот такая вот ниша для того чтобы установить стеклянные полки для пузырьков шампуней и всяких принадлежности для ванны установлен электрический полотенцесушитель так идем дальше и попадаем последнее наше помещение это у нас спальня нет подоконника почему здесь у нас будет огромная столешница которая будет заходить под подоконник это у нас будет рабочая зона здесь у нас заказчик будет работать здесь как раз под два места и вот вывели розетки чтобы включить какую-то компьютерную технику и специально разместили три светильника чтобы свет падал как раз на рабочую поверхность здесь у нас будет стоять кровать вы видите выведенные розетки над тумбочками и здесь сделана ниша для встроенного шкафа планировку я вам показал переходим чистовым материалом обычно мы снимаем еще черновой этап с каждого объекта но на этом объекте я не успел заехать работу велись очень быстро и вот хотел как раз показать еще как выглядит щиток на двухкомнатную квартиру без фанатизма то есть вот у нас в одной автомат в одной узо обычные автоматы и дифференциальные автоматы вот такой вот щиток на двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров теперь перейдем к самому вкусному это чистовые материалы начнем с коридора и плитка на полу это у нас керамогранит керамомарации и называется она королевская дорога серый темный обрезной размером 60 на 60 сантиметров и цена этой плитки в районе полутора тысяч рублей за квадратный метр вот такая вот фактура достаточно интересная что-то вот среднее между мокрым асфальтом и гранитом прекрасно подобранная затирка по цвету прекрасно дополняет этот керамогранит и выглядит очень достойно около 50 квадратных метров ламината уложена в этой квартире практически единым контуром единственное прерывание у нас идет под дверью между комнатой и коридором для чего это сделано вот от этой стены до этой порядка 15 метров это слишком много и ламинат имеет особенность сужаться и расширяться в зависимости от температуры и влажности все-таки это дерево и он может стать домиком поэтому здесь сделан разрыв чтобы ламинат дышал и не топорщился ламинат у нас это эггер 32 класс название дуб тоскала на белый с фаской выбирайте ламинат с фаской он придает ламинату особенный вид вот вы можете видеть эту фаску выглядит как будто инженерная доска толщина данного ламината 8 миллиметров цена в районе 700 рублей за квадратный метр плинтус у нас мдф это классом пюре длина его 2 метра 40 сантиметров высота 90 миллиметров а толщина 16 миллиметров этот плинтус мы достаточно часто используем своих проектах цена где-то в районе 500 рублей за одну штуку напомню длина каждого плинтуса 2 метра 40 сантиметров плитка на фартук отдельная история изначально была глянцевая плитка заказчики приехали посмотрели не понравилось мы полностью демонтировали привезли матовую плитку и смонтировали ее заново значит это у фабрика equip коллекция chevron wall матовая значит особенность какая есть левая часть есть правая они не взаимозаменяемые вам нужно рассчитать правильное количество левой и правой плитки в первом варианте у нас была затирка белого цвета но заказчики пожелали темного цвета и правильно сделали настояли на таком решении фартук заиграл новыми красками стоимость данной плитки в районе 3800 рублей за квадратный метр вот только что обратил внимание с люстры еще не сняли бирку и получается что вот как раз можно смотреть название размер здесь вот 14 инчий то есть это 14 дюймов это люстра купленная в икее и называется на тора red вот такая вот соломенная люстра вот с такой декоративной лампочкой конечно можно поставить классическую чтобы она светила но в данном случае это больше декор нежели для освещения еще осталось ее выровнять по высоте так как пожелают заказчики но это они уже приедут ему по месту уже сориентируемся так теперь самое интересное это обои то есть изначально может быть вам показалось что это стены под покраску но тем не менее это у нас обои и фрут вал варис стоимость где-то 2700 рублей за квадратный метр они у нас под покраску клеится на обычный клей швов практически не видно имеют такую легкую фактуру вот вы сейчас видите на экране и все это дело красится обычной воду мы все на и краской в данном случае мы использовали моющиеся стоимость одного рулона там 25 квадратных метров 2700 рублей вы иногда спрашиваете что за кондиционеры мы ставим вот бюджетное хорошее надежное решение это пионер в данном случае к фр 35 м w стоит в районе 27 тысяч рублей уже с установкой его достаточно на вот такую площадь то есть это у нас кухня гостиная и здесь будет достаточно комфортная температура даже на такую площадь с учетом того что у нас здесь нету двери теперь пару слов про двери это у нас фабрика браво серия лек на 21 цвет white soft вот эти двери под заказ делают их два месяца мы сразу их заказали как только их утвердил заказчик и на когда настало время забирать со склада фабрика нам сообщила что одна дверь и поцарапана и нам и не смогут отгрузить тем не менее мы эту дверь нашли в другом магазине и успешно ее купили и установили стоимость одного комплекта в районе 8200 рублей за одну дверь включая ручки замки наличники и добора теперь про чистовую сантехнику у нас стоит акриловая ванна цирзанит вирго ультра белая стоит она 14000 рублей длина ее 170 сантиметров шторку у нас якоб далафон 13700 рублей зеркало это у нас икея стокгольм шпон грецкого ореха стоимость 4000 рублей смеситель тендер в районе 5000 рублей вот этот вот душевой комплект для ванны вместе с двумя лейками стоит 14900 рублей электрический полотенцесушитель терминус аврора порядка 10 тысяч рублей за одну штуку установлена система инсталляции гиберит а сам подвесной унитаз это цирзанит карина new стоимость в районе 8000 рублей за квадратный метр и вот это вот подвесная тумба она смотрится очень стильно вот сделано под цвет дерева в районе 15 тысяч рублей и название ее ст ворке карл стад цвет дуб потолок у нас во всей квартире натяжной и вот сейчас сделал съемку увидел что забыли поставить вентиляционную решетку обязательно исправимся завтра уже пара приедет и смонтирует а сделаны скрытые ниши для карнизов то есть вот это натяжной потолок и вот это тоже натяжной потолок перепад порядка 5 сантиметров для того чтобы карниз спрятался и не торчал за пределами потолка огромное количество светильников вот накладные треки смонтирована специальная закладная под потолком и к нему уже крепится вот эти треки вот эти вот светильники можно разворачивать любую сторону и освещать нужную площадь вот в данном случае либо светить там на стену на пол в бок как вам удобно это вы уже после того как поставите мебель можно организовать нужное освещение значит смотрите здесь порядка четырех метров натяжной потолок можно делать шириной 5 метров если у вас больше метраж что делать в данном случае делается стыковка вот я не знаю видно на видео или нет вот здесь вот практически невидимый шов вот так вот стыкуется плотно которое шире 5 метров и дальше идет как будто сплошной потолок уже по коридору сюда и сюда поэтому если у вас потолок шире 5 метров вот использует вот такое соединение практически незаметно и если будет интересно какие светильники мы здесь использовали пишите в комментариях обязательно с радостью отвечу на все ваши вопросы теперь немного расскажу про цифры данного проекта площадь квартиры 58 квадратных метров работы 850 тысяч рублей это включая проектирование и натяжной потолок черновые материалы 515 тысяч рублей это включая уже сантехнику и электрику и шумоизоляцию чистовые материалы 433 тысячи рублей включая кондиционер двери и ванную мебель и того получился 1 миллион 800 тысяч рублей стоимость данного проекта и того ремонт получился стоимостью тридцать одна тысяча рублей за квадратный метр сюда у нас полностью вошли все работы все материалы а также дополнительные работы кондиционер замена приборов отопления теплый пол водонагреватель а также шумоизоляция стен и потолка все ваши вопросы оставляйте пожалуйста в комментариях либо пишите по номеру вотсап который оставлю в описании к данному видео огромное спасибо за вашу активность за ваши комментарии за ваши лайки спасибо что нас смотрите всем пока